вот прошло два дня после получения данного растения как видим цветочки уже увядает что нам было сделано только было растение полито и да действительно проблема существует я вижу что он начинает я его еще не обрабатывала только полила через низ поддон как видите здесь били более менее все сухо только внизу немножко было вот так вот полито до листик действительно желтит и дальше вот этот как мы можем видеть то есть и усыхание корней как раз вот то есть гнилые корни с этой стороны сейчас наверняка буду доставать или разгребать у шейки и конечно же обрабатывать его максимум или фундазолом уже буду смотреть по обстоятельствам хорошо что растение не пришло бесплатно потому что все таки да проблема с ним какая то есть вот а так бы мог продать коровец выслать это за полную стоимость как некоторые делает так что только браво продавцу еще раз говорю респект и уважение вот такие дела на сегодняшний день всего теперь со всеми точно прощаюсь всем пока пока ну что дорогие мои не стала я долго ждать вижу что орхидейка себя чувствует не очень хорошо отсыпала я немножко коры сняла листик желтеющий от шейки и вот убрала немножко турстакана и корешочков которые были внутри чувствуется запах грибов такой сыростью но даже не сыростью плесенью сколько вот правда вот грибов в субстрате находится кусочки вот какого-то мха вот и ну и что хочу сказать вот посмотрите на шейку здесь вот вот даже вот видно что я здесь сейчас попробую показать вот вглубь углубляюсь сейчас пока вот хочу показать проковыриваю и там вот просто черные вот такая черная шея и туда это все идет достаточно глубоко то есть вот в этом месте в этом месте и заключается проблема сейчас возьму скальпель и скальпель и скальпель и скальпелем вот здесь вот зачищу ну вот сделала я несколько срезов скальпель и скальпелем и вижу что и повыше есть проблема и вот внизу тоже там чернота вот таким скальпель ком я работаю покупала его на алиэкспресс чуть меньше 100 рублей и к нему идут дополнительные вот эти вот лезвие меняются он пять штук очень удобно острый хороший сейчас будут дочищать дальше и смотреть что на выходе будет тут тоже так ну хорошо сейчас дочищу покажу ну вот смотрите делаю стресс и все равно чернота остается остается и вот срез вот так вот срезаю пластами да и там все равно есть чернота и вот это вот место вот тут тоже вот как уголь вот тут тоже есть проблемы тут тоже надо срезать но шеечка такая тоненькая на самом деле куда фокус уходит что даже не знаю что получится на выходе вот шейка тоненькая видите сейчас еще попробую под срезать вот этот часть тоже вот эту черную так ну вот вы видите можете что я срезала чуть чуть ниже вот и здесь тоже остается чернота и плюс добавляется вот этот вот фиолетовый контур вот видно вам или нет то есть вот этот проблема вот они корешочки отсохшие тут тоже остается сидит надо как-то дорезать не знаю что останется на самом деле говорю что тут очень тоненькое место осталось вот шейка вот здесь чуть-чуть потолще тут идет вообще тоненько вот и еще вот этот листик все таки я убрала здесь видимо был закукленный корешочек и теперь тут тоже вот вот там вот внутри чернота тоже надо будет убирать в общем сейчас еще здесь попробую брать вот здесь чуть-чуть попробую чистить что получится не знаю продолжаем хирургическую операцию так ну вот еще под зачищала вот здесь вот тоже сбоку сбоку здесь вот сняла гнилой виламин жалко корешочек просто оставляю вот здесь был гнилой и его сняла так с этой стороны тоже чуть-чуть почистила вот надо вот еще тут тоже вот чернота очистить и сейчас вот здесь трафяной стаканчик есть вот я его еще тоже попробую чуть-чуть удалить этот трафяной окно и вот тут мог куски попадать тоже сейчас удалю не знаю что получится не получится вот такая вот кракозябра маленькая тоненькая шеечка остается это при условии если я дальше здесь вот не буду нет надо чуть-чуть тоже подобрать сейчас сделаю ну вот все убрала как смогла торфяной стаканчик от так называемый убрала гнилые корешочки от шейки оставив целые на концах и сейчас прилила это все дело перекисью вот уже конец попки в принципе виден да то есть вот он вот здесь тоже вот видите вела сухой тяж сухой а тяж и ламин тоже подогнил я тоже это все дело с сила такой штучкой кстати очень удобно разберешь и он так вот раз снимается вот не знаю что получится не получится вот таком виде сейчас это все находится так вот из горшка доставать не хочу сознательно попробуем так обработать цветонос есть срежу естественно так вот примерно пусть потом его засушивает питание дает вот такая вот пока ситуация вот сейчас прошипит еще раз налью перекисью обработаю потом подсохнет когда уже намажу максимом с фондазолом наверно сразу разведу мне нравится вот и замажу ну и буду надеяться тут по моему еще чуть чуть нужно буду надеяться так скажем на чудо вот тут частично есть корешочки плохие но корешков не так много на самом деле этот я так понимаю вот этот вот возможно какой-то ветвится то есть вот если этот идет он сверху здесь уже вот видите да то есть усыхание произошло тут тоже самое и там тоже есть такие же в общем сейчас подсохнет и намажем максимум так ну в общем вот что получается сняла все что возможно ненужные тут тоже вот сняла корешочки подпорчены сейчас будем обрабатывать с вами максимум максимум у меня кончился здесь шприцы с сейчас мы откроем новый и разведем его вот здесь сколько сколько нам необходимо сейчас разведу здесь остальные шприц добавлю и будет хранится у меня шприцы плюс возьмем фундазол фундазол это у меня так вот с фундазолом вот и немножко добавлю водички как раз тут максим очки искупается так вот примерно так сейчас все это перемешаем вот такая вот густая кашица получается давайте обработаем заваливается пока цветочек у меня на поверхность на поверхность не только ту которую мы вырезали захватом намазываем более менее живой хорошей ткани пройдусь я везде все равно потому что я и здесь в уголках подчищала и здесь вот так вот то есть вот так вот таким образом так что у нас получается вот тоненькая тоненькая шеечка остается вот здесь сейчас еще намажу здесь плохенько намазано так вот в таком виде остается сейчас ее грунт же сюда присыплю срежем цветонос закрепить сейчас чтобы она стояла держать вот и будем наблюдать с вами что у нас получится выживет не выживет надеюсь что все таки хоть что то мы ей помогли и будет эта красота у меня все таки дома растить на этом пока все следующие истории удачи или неудачи я покажу дальше как будут развиваться события всем пока пока неудачи неудачи в и и и и